Александр Бутенко является одним из самых часто выступающих профессиональных бойцов на постсоветском пространстве, который бился практически во всех известных российских и украинских промоушенах. С юных лет он активно занимался единоборствами под руководством своего двоюродного брата Алексея Олейника, побеждал на многих соревнованиях по боевому самбо и джиу-джитсу. Настоящий мастер болевых и удушающих приемов, на профессиональной арене он за 13 лет провел уже 71 поединок, и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня мы с вами посмотрим один из ранних боев Александра. Он состоялся в 2009 году, когда Бутенко выступал за сборную Москвы в командном чемпионате России по смешанным единоборствам M1 Selection на турнире «Битва на невесах» в Петербурге. Московской команде под руководством Олейника противостояла команда Crazy Bears из Перми. А соперником Бутенко стал победитель турниров по универсальному бою Андрей Зубов. Комментировать этот поединок для вас будет Игорь Филиппович Петрухин в паре с легендарным Игорем Вовчанчином, который был почетным гостем на том турнире. Друзья, мы очень рады, что наши видео пользуются у вас большой популярностью и дарят вам немало эмоций. Но мы заметили, что большая доля зрителей смотрит нас без подписки. А это значит, что не всегда вам наши новинки будут выпадать в предложенных, и вы пропускаете немало интересного. А ведь мы подготовили для вас множество зрелищных боев и брутальных нокаутов, как из истории Монглобал, так и других организаций, и стараемся радовать вас новыми видео несколько раз в неделю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного шедевра из мира смешанных единоборств. «Призер чемпионата России по универсальным поединкам, чемпион России по боевому самбо. Вот такая вот тема». «Посмотрим возраст или опыт?» «Да». «Или... ну да». «Скажи, годами, когда был приобретен опыт, мастерство, насколько легче было тебе читать молодых спортсменов? Ну, задиристых, умелых и универсальных». Это можно было предсказывать просто. «Легко читать, да?» «Ну, легко, нелегко, но читать можно было». «Ну да, читать можно было. То есть можно где-то было стать по физической силе, ну, если я не имею в виду. «Скажи, многие ломались, глядя тебе в глаза?» «Да». «Смотри, совершенно без паузы зубов. Определил необходимость нырнуть вниз, но вот джиу-джитсу, тактическая борьба с использованием акробатики, как ты говоришь, позволила минимизировать проблему. Пока ребята находятся в этой ситуации, по поводу чтения глаз соперников. «Судя по себе, как бы иногда, то есть, ну, просто предсказывал действие, что он будет делать. То есть, он шел на определенный прием, и я знал, что человек здесь делает ошибку». «Ответит здесь ошибкой тебе?» «Да, да». «Рычаг лоб может?» «О, прошел». «Не успели мы с тобой предвидеть, тогда уже была тема решена». «Такой полу-градусник». «Я предвидел, не хотел говорить». «А я увидел и сказал, какие мы с тобой оба под руку?» «Да, да, 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 да. Мы сейчас еще раз наверняка увидим повтор, и мне бы как раз хотелось, чтобы ты прокомментировал, где эта тема была уже реальной. «Поведу на руку!» «Поведу на ржал!» «Александр!» «Кутака Москва!» «Уникальная возможность, дорогие друзья, поговорить с реальным чемпионом. Давайте посмотрим сейчас повтор, а потом вновь продолжим чтение книг через глаза соперников от Игоря Вовчанчина». «Ну вот, вот этот самый рычажок, да. Нам, к сожалению, не показали. Мне как раз хотелось не сам рычаг увидеть, а как он шел к нему. Давай у нас несколько секунд...